И всем привет, дорогие мои друзья! С вами, как всегда, я, Зератул, и в этом видео я расскажу вам об одной из не очень честных стратегий в Heroes of the Storm. Она попалась мне, когда я играл в рейтинговые игры, когда я играл в Лигу Нексуса, и, друзья, давайте же посмотрим, что же это за стратегия, давайте поймем, как с ней бороться и вообще, что это такое, потому что я более чем уверен, что многие из вас не встречались с такой стратегией и не знают, на каких картах она очень хорошо работает. Собственно, давайте же, друзья, начнем. Смотреть мы будем не от моего лица, а от лица другого игрока. Итак, давайте внимательно проанализируем сетап. Команда синих, она же команда против, которой я играл. Лейтенант, Моралес, Сильвана, Тироэль, Рейнер и Азмодан. Команда красных, в которых, собственно, играл я, Мурадин, это я, Лусио, Империй, Медив и Келтузад. Собственно, в принципе, кажется, что ничего такого, согласитесь? Ну, что у команды синих есть? Ну, лейтенант, Моралес, хорошо, стендрон для Рейнера. Азмодан, Пушер, ну да, в принципе, окей. Тироэль, ну, Танк, неплохая инициация. Сильвана, ну, два Пушера вроде бы странно кажется, да, но в целом, ну, не так страшно, наверное, да. Ну, Сильвана и Сильвана, ну, Азмодан и Азмодан. У нас более сбалансированная была команда. Мурадин, как прекрасный инициатор, Лусио, как неплохой саппорт для достаточно жирненьких персонажей, Империй, поддержка инициатора танка, да, Медив, как наш такой, ДД, дробь, поддержка, да, ну и Келтузад, основной урон. То есть у нас получается два ДД, полутанк-танк, саппорт, такой средненький, хорошенький сетапчик. У команды противника наоборот, у них менее сбалансированный сетап, у них зачем-то два Пушера, в целом 3 ДД, да, один танк и саппорт. И давайте же посмотрим от лица лейтенанта Моралес, что же здесь будет происходить дальше, друзья. Итак, включаемся на Моралес, нажимаем кнопочку Play, стандартная скорость игры и давайте потихонечку анализировать. Вроде бы все стандартно у нас, да, здесь мы расходимся, да, наша команда загружается, я сейчас подгружусь тоже пойду на линию, все в принципе стандартно. Смотрим на Моралес, что же они сделают сейчас. Давайте немножечко прям вот ускорим, чтобы не ждать просто время. И давайте смотреть. Битва начинается, что делаем мы? Поставим на паузу. Мы идем вниз. Ну, Медив у нас немножечко прогружался, он чуть-чуть попозже полетит тоже к нам. Собственно, мы идем вниз, потому что предполагаем, что как и всегда внизу здесь происходит файт. Это, ну, наверное, каждая первая катка такая. Вот, редко когда вся команда идет наверх, да, и, например, убивает соло лейн. Здесь у нас так получилось, что мы вообще все пошли вниз, но и, естественно, мы ожидали увидеть здесь команду противника. Что же произойдет, друзья? Итак, смотрим. Мы уже пришли вниз, вы можете это увидеть по мини-карте. И что же происходит дальше? Команда противника не останавливается? Команда противника не идет вниз, и ее нигде нет. Мы немножечко в недоумении, мы думали, может быть, они пошли наверх. И они пошли наверх, друзья. Давайте смотреть внимательно, что именно они делают. Они уничтожают форт. Естественно, естественно, мы это понимаем. И мы плавненько передвиг... Ну, как плавненько? Очень быстро стараемся передвигаться наверх, ведь это может быть минус форт. Вот в этот момент я уже осознал, что это за стратегия, и я понимал, что бороться с ней будет очень, очень, очень тяжело. Но давайте посмотрим все-таки, что же здесь была за стратегия. Итак, вот противники сносят форт. И они его успевают снести. Понимаете, в чем проблема? Небольшой важный момент. Смотрите, что сейчас происходит. Мы пришли. Мы убиваем их. Мы их в буквальном смысле можем сейчас всех здесь убить. Всех пятерых. Что они делают? Они не обращают на нас внимания. Они сносят форт. У вас в голове должен закрасться вопрос, зачем они так упарываются? Продолжаем смотреть. Вот они снесли форт. Мы пытаемся как-то пофайтиться, да. Здесь неплохо нарезает медив, неплохо дамажит киллтузат. Я здесь пришел, дал стан. Моралис отъехал, поэтому у нас... Исчезла камера, за которой мы наблюдали. Собственно, Сильвана пошла пушить, продолжила, да. Мы здесь пытаемся добить несчастного Тирелли, который отстал. Здесь, видимо, умрет Рейнер и останется Азмодан. Давайте это, кстати, посмотрим. Нет, медивчик оставил, видимо, в живых, да, Рейнера? Да. Ну, тогда мы возвращаемся к Моралису. Давайте же смотреть, что будет дальше. Немножечко мы ускорим. Моралис стоит, ждет. Второй уровень уже взяла команда. Здесь потихонечку, тем временем, ну, проходили какие-то стандартные файты, ничего такого. Но форта уже здесь нет, а значит, здесь периодический катапульт, значит, нам уже сложнее наверху. Снизу Рейнер стоит соло лейн. То есть, они что сделали? Снесли нам форт, да? Можно подумать, упоролись. Потом разошлись по линиям и собирают экспу. Ну, вроде бы, кажется, игра стабилизировалась. Все нормально. Но нет, друзья, все не так-то просто. Собственно. Не знаю, что здесь делает Моралис. Видимо, она просто кого-то ждет. Может быть, в нерешительности в какой-то. Ну, в общем, нам это не сильно интересно. Они забирают здесь кэмпы. Хорошо. Да. Вот мы видим, что они собрали верхний кэмп, они собрали нижний кэмп. Здесь идет босс. Здесь как раз я вот стою рядышком. И пока что ничего вроде такого сильно не происходит. Противники просто стали играть стандартно. Может показаться. Появляется у нас первый дар. Здесь какой-то происходит файт. Это все, конечно, интересно. Можно еще ускорить. Это не так все на самом деле важно. Мы здесь пытаемся как-то отбиться от этого всего, что здесь у нас происходит. Получается не очень хорошо, потому что их здесь больше. Нам тяжело сражаться. У них достаточно сфокусированный урон. Плюс у них кэмп. У них еще взяты пулеметы. Вот мы начинаем уже немножечко их давить. Потому что здесь как раз еще вот я возвращаюсь уже. Здесь в целом все уже отхилились. Мана у всех полная. Ну, в общем, какой-то файт, да, он нам не интересен. В принципе, мы мотаем дальше до 10 уровня, друзья. А, ну да, появился у нас здесь груз. Груз они двигают. Ну, они это в смысле красная команда, в которой находился я как раз. Команда синих просто старается задефить этот груз. Тем временем Сильвана пушит как бы, да. Она никому не интересна. Но что поделать, у нас был груз. Мы думали, что она не пропушит сильно и много. Мы убили Моралис. Это очень даже хорошо. В это время мы продолжали двигать груз. Команда синих ничего не может сделать. Сильвана у них беспощадно пушит. Поэтому мы груз довели. Дальше все стандартно. Тут какие-то файты, да, обстрел от груза. Сильвану мы тут погоняли немножечко. Давайте на нее переключимся. Вот мы, значит, Сильванушку здесь гоняем, гоняем, гоняем. Пытаемся догнать. В это время Келтузат и Империя берут кемп. Это все интересно, конечно. Сильвану мы, к сожалению, не убили. В это время Моралис и Терраэль вместе с Азмоданом Рейнером взяли нижний кемп их. Потом они пришли здесь вот брать Вижен. Это, в принципе, не так и страшно для нас. Мы в отместку пошли брать наш уже кемп. Мы понимали, что нужно как-то отбиваться от этого дела. И, друзья, начинается самое интересное. Начинается время 10-го левела. Да, здесь по-прежнему собираются кемпы. Тут какой-то местный файтик незначительный в плане сюжета всей игры. Да, ну, то есть хорошо здесь забрали Рейнера. Возможно, даже заберут Азмодана. Но нет, видимо, не заберут. Скорее всего, они уйдут. Хотя, кто знает. Нет, наверное, уйдут. Да, все уже здесь без шансов у нас забрать. Отъехал, к сожалению, Килтузайдик. Это все понятно. Там у нас Медивчик гоняет Сильвану. И вот, друзья, тот самый главный моментик. Чуть-чуть его ускорим. Десятый уровень. Внимательно смотрим на таланты. Пока что ульта еще не появилась. Моралис плюс-минус стандартная. Ну, то есть, я сам играю такой Моралис. Ничего нового. Здесь плюс-минус все понятно. Что интересного будет на десятом уровне? Появляется десятый уровень, друзья. Появляются способности у Моралис. Что она берет? Медваг. Что берет Азмодан? Вторжение демонов. Что берет Тироэль? Освещение, то бишь неуязвимость. Что берет Рейнер? Гиперион. Ну, и что возьмет Сильвана, не так важно. А теперь смотрим, друзья. Что же они сделают? И в чем вся нечестность этой стратегии? Особенно, когда вы играете в рейтинг. Особенно, когда ваша команда вся в пятером сидит в какой-нибудь программе для связи. Ну, там, типа Скайпа или Дискорда. Вот в чем. Вот, значит, Моралис взяла себе ульту. И что же она сейчас делает? Как вы думаете? Появляется груз. Мы, очевидно, пришли сюда драться под груз. Потихонечку стягиваемся все вместе. Опаньки. Медивак. Ну, вы спросите, куда и зачем? Мы уже понимали, что это за стратегия. Мы сразу же начали бежать назад. И угадайте, что будет происходить дальше, а? Внимательно. Очень внимательно. Давайте посмотрим. Я даже вам чуточку отмотаю назад. Давайте еще раз. Вот, значит, появляется у нас. Медивак. Вот он сюда сейчас прилетает. И вот тут прям... Смотрите. Внимательно. По кадрам практически. Что сделал Тироэль? Включил неуязвимость. Вернее, даже не так. Что сделала Моралис? Вызвала медивак. Куда она его вызвала? Под ближний форт. До этого они сюда пришли и снесли дальний форт. Мы это помним. Моралис призвала сюда медивак. В него села вся команда. Очевидно, они были, скорее всего, в какой-то программе для связи. Иначе бы, ну... Обычно вся команда не садится в медивак. Они прилетели. Тироэль дает неуязвимость. Сильвана дает стан для зданий. Ну, это ее способность, вы, я думаю, знаете. Итак. Азмодан призывает своих миньонов. Что происходит дальше? Мы пришли. Мы пришли раньше, чем в прошлый раз. Потому что мы уже понимали, против чего мы сражаемся. Но сражаться тяжело. У них уже есть. Ульта у нас нет. Ульта у них есть, в частности, по той причине, что они снесли вот здесь форт раньше. И, соответственно, у них были катапульты. Соответственно, они пушили лучше. Сильвана у них долго стояла. Соло лейн. То есть, они нас опередили по опыту. Тут ничего не поделать. Вдобавок, мы приходим все равно, как ни крути, не прям вот вовремя. Медивак летит очень быстро. В масштабах перемещения, да, по карте. Что мы вот откуда, отсюда бежим пешком, да. Что они отсюда телепортнулись медиваком. И мы начинаем с ними файтиться. И обратите внимание, дерутся ли они с нами. То есть, смотрите, вот здесь еще вдобавок Сильвана выдала ульту, да. Можно заметить, видите, Азмодан уже, уже призвал свою армаду миньонов. Мы пытаемся их как-то оттолкнуть от форта, не дать его бить, да. Мы пытаемся их убить. Рейнер тем временем, видите, вот этот кружочек, призвал Гиперион. И все это ради одной вещи, друзья, чтобы спушить этот форт. И, к сожалению, у них это получится, по-моему, сделать. То есть, вот здесь я активно пытаюсь зафокусить Моралис, которая явно керет им хпшки. Я прыгаю за ней, пытаюсь всеми силами это сделать. Я на Мурадине. Немного не получалось. Меня убили, да, окей. Чего добилась синяя команда? Они снесли все верхние форты. Да, мы их убили, тут пускай не всех. Они, причем, еще, более того, убили больше наших, но тем не менее. Продолжается вот этот незначительный файт. И, окей, мы здесь, наверное, убьем Азмодана. Здесь есть вероятность, что мы убьем Сильвану, но это не точно. Да? Что происходит дальше? Да, тут пускай Тераэль во что-то взорвался. Это не важно. Итого, они снесли два форта. И тут нужно задуматься, зачем они так упарывались, чтобы снести два форта, друзья? Что есть такого в этой стратегии? Зачем нужно снести все форты по одной линии? Что им не давало сделать то, что они сделают дальше? Давайте посмотрим. Мы включаемся снова на Моралис. И продолжаем смотреть. Немножко ускорим, потому что она здесь откатывается, да? Я заодно еще посмотрю, откатился ли у нее медиуак. Он как раз вот прям вот-вот откатится, да? Команда у них восстанавливается. Здесь появился груз, им немножко неудобно. Им вроде нужно его отпушить, да, с одной стороны. Но с другой стороны, им можно этого и не делать. Поэтому тут сложно что-то сказать. Но тем не менее. Они решили пофайтиться, насколько я помню. И вот они сейчас как раз это и делают. Давайте немножечко вот так вот отключимся. Здесь происходит у них какое-то сражение. Причем они это сражение выигрывают. Поначалу. Потом медивчик дал свою ульту. Она нам очень помогла. Ну, это вот сражение у нас. Пускай мы его так немножечко в ускоренном формате посмотрим. В итоге мы таки взяли этот груз, да? Мы его довели. Потом мы понимаем, что, ну, нельзя им давать вообще продуху. Нужно забрать их босса. Потому что иначе его заберут они. Иначе это еще пуш по нашим линиям. И, собственно, мы его забираем, да? Команда противника вот сейчас в полном составе воскресла. Они живы-здоровы. Мы снова включаемся на Моралис. И давайте посмотрим, что же она сделает, друзья. Что же они решили сделать такого, что прям, ну, вот как-то нечестно. Давайте посмотрим, друзья. Они собрались вместе. Я думаю, вы уже понимаете, да, для чего. Снова призывается Медюак. Итак, вот они высаживаются. И снова, друзья, внимательно смотрим. Гиперион. Неуязвимый стираэля. Видите, периодически Сильван в нее заходит. Призвал Азмодан своих воинов. Ну, а дальше, друзья, они попытались нас добить. К этому моменту мы уже понимали, что и как. Я, по-моему, вернулся одним из самых первых. Я тут успел немножечко их поглушать. И мы их отбили. Теперь их стратегия понятна. Тут, к сожалению, пришло, ну, очень много катапульт. Что было прям вообще не в нашу пользу, да? И вот, внимание, вопрос. Зачем же нужно было сносить все форты по одной линии? Так вот вам ответ. Я вам его задал, этот вопрос. Я вам на него и отвечу. Так, там тайминг был примерно 10 минуточек, да? Смотрите. На данный момент снесен только верхний форт, есть ближний. Что есть у цитадели? Правильно, неуязвимость. Поэтому, когда они снесли все форты по одной линии, по верхней линии, да? Они дали себе возможность снять неуязвимость с цитадели. И это им и позволило проворачивать свою комбо, которая, по сути, выигрывает им игру на данный момент, да? И давайте посмотрим, что же было дальше. Вот мы здесь их всех дружненько убили. Не смогли они, при великому их сожалению, добить нашу цитадель. Нам, конечно же, это было в плюс, потому что мы задефались. У нас вроде как был призрачный шанс на победу. Давайте здесь промотаем время, пока они воскрешаются. Вот они снова восстановились. Давайте посмотрим, есть ли ульта у Моралес. 10 секунд. Смотрим, что будет дальше. Немножечко оценим ситуацию. Мы понимаем, что дела плохи. Мы взяли босса. Мы пошли спушивать их ближние форты. Причем, при этом, я вот здесь вот пытаюсь взять пулеметик. Я понимал, что нам нужно вообще все здесь пособирать, иначе это потом нам аукнется. Они начали группироваться. И куда-то снова направляются вместе. Мы пытаемся пушить. Я всех ближе нахожусь к нашей цитадели. Я на Мурадине, как вы помните. И смотрим, что же сделает дальше Моралес. Видимо, они меня заметили. Или это мы? Не помню, пикали на карту. Наверное, это мы пикали. И снова здравствуйте, называется. И снова здравствуйте. Я уже понимаю. Ведь я понимаю, к чему дело идет. Я перепрыгиваю, бегу быстрее. Ставлю здесь пулеметик. Надо было поставить, конечно, поближе. Ну и снова, друзья, смотрите, что они сейчас будут делать. Они пытаются доломать цитадель, но у них снова это не получается. На этот раз мы их очень хорошо застанили. Медив кинул своего барашка. Ну, ульту свою, да. И они превратились в барашка. Из-за этого Тироэль не успел хорошо выдать ульту. Азмодан не успел хорошо выдать своих миньонов. Ну и Сильвана, конечно же, цитадель не станет. Итого, что получилось-то у нас? Они цитадель нам не убили. Мы продолжаем сражаться. Мы все еще надеемся на какой-то камбэк. Потому что, ну, в целом, да, ситуация ужасна. Она бы, я бы сказал, даже отвратительна. Как ни крути. Но у них всего лишь по одному фарту сверху и снизу. У нас аж целых два снизу. То есть, в принципе, если мы сможем хорошо пофайтиться и убить их, прежде чем они к нам прилетят, мы выиграть можем. Давайте посмотрим, что же было на самом деле. Включимся на нашу Моралис прекрасную. Ускорим их воскрешение. Итак, вот они снова все воскресли. Появился груз. Мы пытаемся здесь взять, по-моему, кэмп. Так и есть. Четыре. Ну, уже все. Восстановилась ульта у Моралис. Ну и что они сделают? Догадайтесь, друзья. Да? Важен ли им груз? Важен ли им кэмп? Важен ли им то, что мы идем? Нет. При ликому сожалению, что бы мы ни делали, мы не успеем так быстро вернуться на базу. И да, мы уже понимаем, видите, что это большие проблемы. Мы возвращаемся все дружненько на базу, все в пятером. То есть, ну, мы понимаем всю опасность. И, друзья, смотрим, что будет дальше у нас. Вот они прилетели. Сразу, смотрите, опять. Неуязвимость. Ульта Азмодана. Ульта Рейнора. И дальше уже мы просто ничего не успеваем сделать. Просто ничего не успеть сделать здесь, в этой ситуации. То есть, в чем суть этой стратегии? Еще раз, друзья. Эта стратегия достаточно нечестная, как по мне. Потому что контрить ее, ну, фактически, наверное, нечем. То есть, она... Ну, как контриться? Просто тем, что вы забаните этих героев. В чем ее был смысл? В том, что они сносили постепенно одну линию. Да? И потом, в конечном итоге, просто таким образом снесли цитадель. То есть, вся фишка в том, чтобы собрать неубиваемую на несколько секунд комбинацию. А именно, Моралис, которая является главным звеном. Телепортом. Сильвана, которая станила здание. Азмодан, который призывал миньонов. Рейнор, который призывал Гиперион. И Тироэль, который давал им все это время жить. Это комбо, который позволяет минуснуть один форт. Да, вы умрете. Да, вы, возможно, из-за этого сделаете... Как это называется-то? Вайп команды. Ну, то есть, вся ваша команда отъедет. Но это ведь не важно. Не важно, что вы... Вот смотрите, они ведь по факту отстают от нас аж на три уровня. Они ведь по факту, по логике-то вещей, должны были проигрывать. Но это им не помешало выиграть. Понимаете? Как контрить эту стратегию? Как контрить вот эти вот сетапы с Лейтенант Моралес, Сильван, Тироэль, Рейнером и Азмодан? Если это рейтинг, и вы играете в рейтинг, и вам попадаются две карты, а именно Вечная Битва и Храм Ханамуры, да? Это как раз те самые карты, на которых такая стратегия максимально эффективна, друзья. То есть, как по мне, вот эта вот их страта с телепортом с помощью Медивака, с Сильваной, Тироэлем, Рейнером и Азмоданом, эта стратегия работает, как по мне, исключительно на картах, где две линии. Потому что там достаточно быстро все и легко можно спушить, здесь сами видите, какие огромные просто расстояния, то есть вы можете как-то вот так зайти, здесь пушить, да? То есть, достаточно легко это делается на таких картах. На Вечной Битве это тоже, в принципе, легко бы делалось, пока ваши враги бьют иммортал, да? Вы, например, раз телепорт, он себя уничтожили. Когда вы попадаете в рейтинги на эти карты, да? И понимаете, что, например, ну не знаю, кто-то берет Сильвану, да, например, и Моралес, или там кто-то берет Моралес, ну, то есть, или Азмодана. На мой взгляд, лучше кого-то забанить вот из этого сетапчика, на всякий случай, потому что именно на этих картах, именно на этих картах, эта стратегия максимально жесткая. Я бы, я бы посоветовал, как контр-пик этой стратегии, так скажем, да, просто банить Моралес на карте Вечная Битва и Храм Ханамура. И тогда вся их стратегия ничтожна, потому что, ну, если они будут просто ходить с Сильваной вместе, например, да, то они не успеют прийти или уйти, или то и другое вместе. И потому это будет не так жестко. То есть, самое главное здесь, так скажем, корень зла, это лейтенант Моралес, который просто помогает команде противника нереально быстро перемещаться по карте. И вот такая вот стратегия. Почему я называю ее нечестной? Потому что единственный способ ее контрить, это бан Моралес. Ну, или Сильвана, или Азмодана, там, ну, или кого-то из еще вот этих вот двоих господинов. То есть, по сути, как такового, контр-пика нет. А что мы можем взять, чтобы вот их задефить, по факту? Ну, то есть, ничего. О, какой-то, да, может быть, там, не знаю, ульт а-ля Гулдановского... Не могу, звук этот прям бесконечный, вот так сейчас сделаем. Может быть, ульт а-ля Гулдановский страх может их разогнать, да, из неуязвимости, например, Тираэля. Может быть, что еще их заставит бояться? Может быть, может, Пит ЕТЦ позволит контрить эту стратегию. То есть, например, они вот так пришли, да, и когда Тираэль дает неуязвимость, они как бы кучкуются. Возможно, ЕТЦ поможет их застанить, и вам даст время их убить. Ну, и плюс, конечно же, какой-то ультра-быстрый, такой бурстовый урон, наверное, это будет контрить. Потому что, если вы будете пытаться взять против такого сетапа, против такого комбо, да, каких-то героев, которые атакуют и наносят урон постепенно, это вам не поможет. Вот как-то так, друзья. Вот такая вот стратегия попалась мне в рейтинге. Катку, как видите, мы тогда слили, к сожалению. И, собственно, тем, кто встретится с этим, желаю удачи вам выиграть в такой катке. Ну, серьезно, это очень сложно. И, ну, имейте в виду, что на некоторых картах такое возможно, потому что наверняка многие из вас просто даже не знают о существовании такой стратегии. Тем, кто хочет это попробовать, не надо, пожалуйста, не надо, не надо убивать рейтинг, друзья. Как-то это прям не очень честненько. Ну, конечно, стратегия очень-очень крутая. И если у вас получится, обустите как можете, потому что она вам, думаю, может подарить винрейт чуть ли не стопроцентный. А на этом, дорогие мои друзья, у меня все. Все, вот такой вот разборчик у нас вышел по каточке в Heroes of the Storm. Надеюсь, вам понравился он. И, надеюсь, вам вообще в целом понравятся подобные видео. Если да, конечно же, ставьте лайк. Я посмотрю потом, насколько вам зашли такие видосы. Если они зашли очень хорошо, то подобные разборы с таких вот немножечко имбовых стратегий у нас на канале будут почаще. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал и группу в Дискорде. Удачи вам в играх и не только. Побеждайте и помните. Баньте Моралес. Баньте Моралес, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok